Паш, фумигатор не забудь и таблетки от комаров. И идите уже завтракать. Соль просыпала. Примета плохая. О, а это что, тоже от комаров? Мам, смотри, как меня папа научил. Бам! Класс! А теперь сделай точно так же, только чтобы яичница раз и вся исчезла. Так, давай, кто последний, тому щелбам. А это металлоискатель. Михалыч подогнал. Когда в земле что-то есть, он пищать начинает. Найдем разбойный чеклад и купим тебе шубу. А папе машину. А мне, может, на Нинтендо хватит. Ну, смотри. Так, внимание. Наверное, это пересечь-то сгорел. Предохранитель. Вы же мои Монте-Кристо, родные. Мы ведь с вами в лес едем. Там нужно не клад искать, а нужно грибы собирать. Зимой насушим и будем супы с вами варить. Я первый. Я пошел собираться. Давай, давай, собирайся. Чуть твои лекарства не забыла. Так, отец. Слушай, ну хватит делать из меня больного. Я себя прекрасно чувствую. Это хорошо. А будешь чувствовать себя еще лучше. Судя по описанию, там настоящий рай. И цены просто заоблачные. Ну. Посмотри. Лес, река, чистый воздух. Мангалы, беседка во дворе, грибной, ягодный лес, шаговая доступность. Может, ты все-таки передумаешь, а? Как вы любите. Спасибо, Любовь. Я могу попросить вас принести еще чашечку кофе? Конечно. Люба, ты не слышала? Ну, давай не поедем. Судя по цене, это тьму таракань. Я не хочу там три недели провести. А почему нельзя твою диссертацию писать где-нибудь под пальмами, на берегу океана? Чуриловой, кстати, сняли дом на Мальдивах. Прямо на воде. Потрясающе. 29 лет, девчонки. Интересные мысли. Толково пишет. Представляешь, в прошлом году уже защитилась. Твоя ровесница. Да. Диссертацию на хлеб не намажешь. Ну, сам подумай, что мы там будем делать? Комаров кормить? Ты меня вообще не слушаешь? Алла, мы договорились. Не нужно закончить диссертацию в тишине, вдали от цивилизации, баров, ресторанов, туристов, пляжей и тусовок. Считай, это не отдых. Это командировка. Если не хочешь, я пойду один, а ты на море. Спасибо, вы варите замечательный кофе. Что-то ты так активно меня одну на море отправляешь. Потому что ты туда хочешь, а в лес не хочешь. У меня сильные оппоненты. Почитай как-нибудь на досуге. Да, обязательно. Я вообще не понимаю, зачем тебе этот университет? Там одни тетки, преподавательницы, студентки. Все липнут к тебе. Чем это надо вообще? Мы выходим на Америку, на Канаду. У нас перспективный бизнес. И скукотища страшная. А, ну хватит. Ты реши, едешь или нет. Люба, доставай чемодан. Боже мой. Ну какая же здесь красота. С ума сойти. Заезжайте, заезжайте. Вот сюда паркуем. Нет, нет. Ивам Иванович, это я не вам. Конечно же, мы все оформляем. Я помню. Баньку, конечно же, если вам очень интересно, мы все это сделаем. Давайте, у меня заселение. В следующий раз я вам все расскажу. Да, хорошо, обязательно. Здравствуйте, Гончарова. Здравствуйте. Привет. Проходи. Ух, какой у вас раритет интересный. Машинку мы здесь оставляем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ключики от воротиках. Тренируйтесь. Так, пойдем дальше. Давайте, давайте. Что? Елизавета Ивановна, ну как так получается? Все, бери мяч. Да нет, не может быть. Электричество? А рубильник вы попробовали? Хорошо, я в техническую службу. Через 10 минут. А, хорошо, обязательно. Да, всего доброго. Так, Гончарова. Ускоряемся, ускоряемся. У нас новое заселение скоро. Так, значит, смотрите. Там, за воротами, справа лес. Пляж, водоем, можно купаться, ловить рыбу. А щуки там водятся? Гоша! Так, щуки, караси, лещи. Все, у нас рыбалка по высшему классу. Это наш? Нет, это люкс, номер 10. Ваш домик следующий, номер 11. Гоша. Гоша, смотри, а здесь же нужно качели сделать. Вы не против? Пожалуйста, дети наши, все. Ура, качели! Так, значит, как я и говорил, там лесочек, у нас там ягодки, грибочки. Можно все брать. А здесь у нас мангальчик, дровишки. All inclusive, все включено, так сказать. Но мясо и спиртное свое. А мы не пьем. А это хорошо. Значит, через 2 километра левее деревенька, там маркет, можно скупиться. А вот и ваш дом. Ну что, пойдем посмотрим? Пашка, как здесь здорово! Подожди, еще вот вечером шашлыком нажарим. Вообще песня буль. Ну ты ведь помнишь, что врач сказал, что от жареного и сильно жирного пока что нужно воздержаться? Оленька, жизнь вообще вредная штука. От нее умирает. Ну ладно тебе, Пашка. Ты только посмотри, сколько здесь сосен, а воздух. С ума сойти. Паш, это то, что нам нужно. Уверена, что после такого отдыха ты обязательно поправишься. Паш! Давай, давай, проходишь. Правее чуть-чуть. Господи, какая дыра. С ума сойти. Валера! Куда ты уехал? Я пешком должна идти. Ой, вы простите ради бога еще раз, что я опоздал, я был на заселении. Так вот, у нас там за воротами лес, там ягодки, грибочки, все можно брать, все бесплатно. А Кэтрин какое-то предусмотрение? Что здесь вообще люди едят? Конечно, деревня в двух километрах, с левой стороны там магазин. Вот, обычно просто гости шашлыки с собой берут. А вот и ваш дом. Номер 10. Вот это землянка? Суперлюкс-землянка. Там и камин есть, и сауна, и, знаете, еще много всяких интересных вещей. Да, боюсь ее представить стандарт. А это вот у ваших соседей. У них семейный стандарт. Стоп, по-моему, это не одни еще, да? Ну, это же соседский домик. Да, это то, что мне нужно. К тому же, вдруг они окажутся хорошими людьми, и ты с ними подружишься, а у тебя будет компания, и я смогу спокойно работать. Вот, ну что, посмотрим домик? Прошу. Как же здесь здорово, Пашка! С ума сойти! Холодильник, ты видел? И даже духовка есть. А воздух какой! Ага, и что это, этот воздух? Не дороже здоровья. Спасибо. Мы это заслужили. Ну что, идем купаться? Гошек, папе нужно с дороги немного отдохнуть. Все хорошо? Все просто и отлично. Сейчас вот немного отдышусь, и вон, дверь ванную поправлю. Строитель я или нет? Ну, конечно. Гошка, поможешь? Ну, а что ты хотел, старик? Терпение нужно тренировать. Да, да. Валер, ты уверен, что хочешь здесь остаться? Ну, как-то совсем убога. Нормальный дом в лесу. Не преувеличивай. Ал, я всю ночь писал, поваляюсь немного. А ты пока и можешь рассмотреться. Не возражаешь? Не возражаешь? Алка! Сверидова! Ты что ли? С ума сойти! Сколько лет, сколько зим! А мне говорили, что ты за границу уехала. Сорвалась, даже не попрощалась. Так получается, ты вернулась когда? Да, два года уже как. Ну, надо же! Господи, я бы никогда не представила, что мы с тобой вообще еще раз встретимся. еще и в таком месте. Какая ты красотка! Дай-ка я тебя обниму. Алка! Ну, вообще, с ума сойти! А с кем ты здесь? Я с мужем. А ты? Тоже с мужем и сыном. Дай-ка я на тебя посмотрю. С ума сойти! Ты вообще-то красавица просто! Так, а-а где вы живете здесь? Да, вот, тут. Так мы, получается, соседи? Валера, просыпайся. Мы уезжаем. А что случилось? Мне здесь ужасно не нравится. Комары, мошкара. Везде сырость. Еще и голова раскалывается. Пожалуйста, поехали отсюда прямо сейчас. А, успокойся. Ты просто кислородом после города передышала. Прими таблеточку, полежи. А от насекомых вот в желтом чемодане во внутреннем кармашке спрей хорош лежит. А спится здесь просто замечательно. Ну, надо же так прям как в кино. Ну, что жена, принимай работу. О, ну, молодец. Я в тебе не сомневаюсь. А ты представляешь, кого я встретила? Кого? Наши соседи. Моя лучшая институтская подруга с мужем. Представляешь? Правда, как в кино. Бывает же так. Я просто столько лет ее не видела, а тут она... Паш, инструмент из-за стола убери. Прости, пожалуйста. Слушай, она такая шикарная. А я такая... Паш, а я очень постарела. Оленька, ну что ты такое говоришь? Ты у нас с Гошиком самая молодая и самая красивая. Честно? Угу. Иди сюда. Давай, отставить глупости. Сейчас перекусим и на реку пойдем. А? Гошка же хотел. Ты у меня самая лучшая. Спасибо, дядь. На здоровье, футболист. Вы классно пасанули. Да, занимался когда-то в детстве. Вставай на ворота. Даже футболистом хотел стать. Как Пеле. Знаешь такого? Не. Великий человек, всемирно известный футболист. Ну, правда, сейчас он не играет. Зато когда-то гремел. А я строителем хочу быть. Как папа. Дома строить. Тоже хорошо. Гоша, иди кушать. Если Гоша, это ты, то это тебя. Я не голодный. Давайте еще сыграем. А вы смотрели матч Ливерпуль и Реал Мадрид? А. Там Роналду такой классный гол забил. Прям в девятку. Гошик, иди покушаем. И сразу пойдем купаться. А вы придете с нами купаться? Давайте знакомиться. Меня зовут Валерий Дмитриевич Синицкий. Я буду читать на вашем потоке курс славянской филологии. Надеюсь, наше знакомство не омрачит начало учебного года, с которым вас и поздравляю. Че, такой симпотный, да? Я тоже когда-то закончил этот институт, аспирантуру. Затем защитил кандидатскую. И вот буду у вас преподавать. А вы строгий? Двойки ставите? Не знаю. Время покажет. Еще вопросы? А вы женаты? Нет. Но к учебному процессу-то не имеет никакого отношения. Валера! Прости, пожалуйста. Оленька, все хорошо? Извини, я не расслышала. Что, Пашенька? Ты чем-то расстроена, я же вижу. Нет-нет-нет. Все хорошо. Ну что, отдыхаем на полную катушку? Да, сын? И следующим номером нашей программы будет... Речка! Ура! Давай, вперед, семья! Паша, вы можете пойти без меня? Я отдохну немного. Нет-нет-нет-нет, вы идите, вон как Гошка на речку хочет. Идите. Ну хорошо, мы тогда недолго, ладно? Спасибо за завтрак. Что там риэлтор про водоем говорил? Отворот направо или налево? Валер! Что? Искупаемся? Мне нужно работать. Я как чувствовала, не нужно было нам сюда ехать. Может, все-таки вернемся домой? Нет, не бери в голову. Все будет хорошо. Проехали? Недаром говорят. Прошлое от слова прошло. О, молодец, сынок. Слушай, ну дров, наверное, уже хватит. А шашлык получится волшебный. Это я тебе обещаю. А я пока костер соберу. Давай, только топор не бери. Да, ладно. Сосед! Присоединяйтесь. Шашлык дело мужское. Прошу. Ну что ж, мы по своим перлогам сидеть будем, а? Ну прошу вас, идите сюда. Сейчас пир на весь мир закатим. Со знакомства выпьем. Меня Паша зовут. Паша Гончаров. Валерий Синицкий. Очень приятно. Взаимно. Зло без отда сегодня. Вот и верь после этого прогнозом погоды. Ну что, этот дождь планирует заканчиваться? Мне уже в два нужно быть дома. Ого, как льет. Прямо всемирный потоп. Валерий Дмитриевич, а у вас не будет запасного зонтика? Вы бы нас с подругой очень спасли. К сожалению, своего нет. Но можно переждать вестибюли. Логично. Логично. Давайте вместе переждем. Ну хорошо. Вы тогда ждите, а я побегу. Да куда ты промокнешь? Да мне у бабушки день рождения. Обещала быть пораньше дома, а накрыть стол для ее подруг. Так что не размокну. Ты нормальная. Ты заболеешь. Постойте. Вот моя машина. Могу подвезти. Да нет, вы что, я сама. Ради бабушки. Гости не должны остаться без угощения. Садитесь. Я уже шесть лет работаю преподавателем в школе. Ну теперь это уже гимназия. Пятые, шестые классы. И сколько у тебя спиногрыза в классе? Детей? Ну 30, 35, по-разному. Как ты их выдерживаешь, не представляю. Мне нравится. Нет, детки разные, конечно, бывают. Но в большинстве хорошие. А сейчас у нас каникулы. А у нас с Валерой не бывает каникул. Мы открыли фирму, которая помогает нашим ученикам поступать в зарубежные вузы. Столько желающих ты себе не представляешь. А с каждым годом все больше. Ну, Валера хочет опять преподавать, вернуться в универ. Ясно. Может, что-то отнесем уже? Угу. Алла, извини, а можно спросить, а как так случилось, что вы поженились с Валерой? Мне просто интересно. Угу. Ну ты же сама от него отказалась. Потом пропала куда-то, ушла в академку без объяснений. Он переживал, я его поддерживала. Так, чисто по-дружески. На этом сошлись. Сначала так жили, а потом расписались. Как-то так. Мам, отдай нож. Папа попросил. А, держи. Так, только вот так неси аккуратно, хорошо? Ну что, я маленький. Сколько ему? Семь. Угу. В школу идет. Все. Спасибо. Ясно. Вот сидим мы, вроде рядом, а между нами дни пути. Да друг друга нам с тобою не доехать, не дойти. Словно в древнем, в Лавилоне, мы на разных языках Иисусу. Вдаль задумчиво глядишь. Ребят, ну что вы такие, ну? Ну давайте за знакомство выпьем, ну. Да, спасибо, спасибо. Нет, нет, мне достаточно, спасибо. Паша. Да. Я водичку. Слушайте, ребят, ну что вы такие грустные? Так, ребят. Я вам сейчас одну историю расскажу. Значит, есть у меня напарник по бригаде, Витек. Ну и вот решил этот Витек халтурку взять в одной заказчице. Ну вот. Ну, обои в спальне переклеить. А та решила мужу сюрприз сделать, пока тот в командировку. Вот. Ну, Витек все сделал, все красиво, в сроки уложился. Заказчица довольна осталась. И разрешила Витеку после работы, значит, душ принять. И представляете, в этот самый момент возвращается муж. И что он видит? Чужой мужик. Главное, ему это. И деньги на столе. Ну, мужик, конечно, к крыше поехал. Витеку врезал. На жену руку поднял. А та кричит, говорит, ты что, это же рабочий. У нас в спальне обои переклеил. Он говорит, о чем ты говоришь? У нас всю жизнь в спальне вот эти вот обои были. То есть, представляете, он даже не помнил, какие обои у него. Вот такие экземпляры. Да. Ну, давайте выпьем за то, чтобы такие экземпляры нам не попадались. Пашенька, уже поздно. Мы с Гошиком пойдем. Гошка, собирайся, идем. Давай, идем, идем. Ну, скажи, пап. Ну что, мама права. Давай, иди отдыхай. У нас же еще три недели с тобой. Давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мы тебя ждем, Паш. Угу. Ну что, ребят, вы простите ее. Первый день, устала. Давайте еще раз за знакомство выпьем. Все, 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 достаточно, спасибо. Помните, как в старом фильме? Предлагаю дружить с семьями. Давайте. Очень рад знакомству. Да почему здесь? Давайте я вас до подъезда довезу. Нет, нет, мы просто там ближе не подъедем. У нас весь двор перекопали, так что я здесь выскочу. Подождите, давайте кому-нибудь позвоним. Пусть вас за Антон встретит. Родители. А, родители не встретят, они погибли. Простите. Ничего, я живу с бабушкой, с младшим братом. Но младший брат сейчас в военном училище, так что он не сможет. А бабушка у меня старенькая и уже из сердца. Вот больной у врачи не разрешают ей нервничать. Так что я стараюсь просто лишний раз ее не волновать. Простите, спасибо большое. Я побегу. Более Дмитриевич, ну что? Если вы вымокнете и простудитесь, ваша бабушка очень расстроится. Вы хотите испортить бабушку брат? Не хочу. Пойдемте. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Держите. Других не было. Это что? Цветы. Зачем? Бабушки, конечно. Гладиолусы. Мне в детстве всегда на первое сентября покупали. Мои любимые цветы. Потому что они такие огромные и яркие. И очень красивые. Подождите. Сколько я вам должна? Вы серьезно? Да. Считайте это мой подарок вашей бабушке. Спасибо. Оленька, с тобой все нормально? Да, да, Паш, да. Я уже сейчас иду. Пашенька, оставь. Я домой потом. Оленька, да я уже практически все. А Гошка у нас заснул. Я его сейчас переложу. Слушай, а хорошие ребята эти синицкие, правда? Да, хорошие. Оля, а ты что, плакала? Нет, нет. Просто немного устала. Оленька, моя родная, моя хорошая. Что? Опять я что-то не то ляпнул, да? А, про Витька. Не надо было, да? Паш, да все хорошо. Правда все хорошо. Ты ни при чем. Подожди. Как же я сразу не догадался. Оля, это он? Ну, конечно. Синицкий, это же... Это он тот самый? Понятно. Оля, давай увидим, а? Сейчас соберемся, я Гошку разбужу, сядем на машину и уедем домой. Хочешь? Паш, все хорошо, правда? Оля, ну, пожалуйста, может, уедем? Пашенька, мы столько денег отдали за этот отдых. Нам ничего не вернут. Оленька, да бог с ними, с теми деньгами. Мы уедем и дома тоже хорошо отдохнем. Послушай, все правда хорошо. Честное слово. Здесь чудесный воздух. Тебе здесь очень полезно. И Гошке очень нравится. Все хорошо. Идем спать. Идем. А Олька изменилась. Мы все изменились. И я. Слушай, ну муж у нее, конечно... Давай спать. Нападай, давай, давай, нападай, 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 сынок. Пашка, не переусердствуй. Давай, иди сюда. Иди, Гошек, и ты иди почитаешь. Давайте, давайте, перерыв небольшой. Давай, сынок, 15 минут перерыв. Давайте. Нужно передохнуть. Ну, заплыхался. Чуть-чуть. Молодцы. Здравствуйте, тетя Алла. Привет. Здравствуй. А дядя Валера купаться придет? Нет, он очень занят, работает на диссертации. Знаешь, что это такое? Гошек. Нет. Иди, не мешай. Иди почитай. Да он не мешает. Я же читаю. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Ой, да. Ну, давайте по нем. Ну, давай. 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 Салют, красавица. Может, познакомимся? Как дела? Ребят, вам тут ничего не светит. Это нам решать. Кому что светит. А кому огреть можно? Красавица, у тебя хорошая попка. Как тебя зовут? Слушай, ну, если не слышишь, то я могу и поближе. Меня, допустим, Миша зовут. А это мой братанчик Барянчик. А тебя как, а? Для тебя никак. Да ну, чего ты так, а? Слушай, мы ей нравимся. Ага. Слушай, а ты куда идешь? Давай мы тебе поможем. Руки убери. Давай прогуляемся. Все, все, все. Давай вместе куда-нибудь. Парни. Пошли вон. Давайте по-хорошему. Не приставайте к девушке, а? Ой, а ты что тут? Защитничек? Эй, ребята, спят. Папа, успокойно. Папа, успокойно. А какое тебе нахрен дело, а? Спокойно, Оль, спокойно. Ну я же тебя по-хорошему прошу, ублюдок. Паша, Паша, Паша. Паша, Паша. Что ты сказанул? А ну скажи, я так плохо расслышал. Нет. Эй, Паша. Дядя Валера, дядя Валера. Там папа парнями дерется. Они к тете Али приставали. Где? На речке. Пошли, быстрее. Слышишь, дядя, считай, что тебе повезло сегодня. Где ответку? Мы не договорили, понял? Папа! Что случилось? Все нормально. Ко мне ребята пристали, но заступился Паша. Вот эти вот? Все хорошо уже. Нужно вот домой пробыть. Пойдем, пойдем. Подожди. Спасибо. Не за что. Блин. А. Ты как, нормально все равно? Да, да. Ну хорошо. Что? Паша, плохо? Паша, садись. Давай, давай, давай. Аккуратненько. Садись, садись, садись. Тихо, тихо, тихо. Мам, а можно покупаться? Кош, пожалуйста, собери вещи, помоги мне. Ну, мам. Паша, может, приляг? Не, Оленька, нормально, нормально. Но я ведь вижу, что тебе плохо. А я тебе говорю, нормально. Нормально. Вот вы говорите, что вы чувствуете себя нормально. А результаты обследования... Что, доктор? Кранаты мне, да? Белые тапочки искать. Паша. Ну, не до шуток сейчас вообще-то. Доктор, так и что там? Я вижу, что вы очень и очень ослаблены. Еще один такой же приступ и... Подождите, но... Ведь есть какое-то лечение, верно? Не буду вас утруждать медицинскими терминами. Скажу проще. Сердечко изрядно пошаливает. Ритм скачет. Поэтому настоятельно рекомендую поставить кардиостимулятор. Да, конечно, мы поставим. Да, когда? Чем раньше, тем лучше. Ну, явно, не в таком остром периоде, как сейчас. Я выпишу вам препараты, которые помогут стабилизировать ваше состояние. Доктор, а можно мне дома стабилизироваться, а? Кризис миновал, и, конечно, могу вас выписать. Но вам лучше всего поехать на природу, на местицок. Вашему мужу подышать сосновым лесом. Не нервничать, не перенапрягаться. А потом встретимся и обсудим дальнейшие наши шаги. Оленька, ну, вообще-то, у меня есть планы на этот месяц. Работы, Вал. Паш, какая работа? Ну, какая работа? Здоровье – это самое главное, верно? А все остальное подождем. Так, Гошенька, лети-лети, давай в комнату, дай папе отдохнуть. На, иди читай книгу. Давай-давай-давай-давай, шустрей. А ты, мой дорогой муж, давай пей таблеточку. Оленька, со мной все хорошо. Господи, ну, почему ты у меня как маленький, а? Ну, почему мне в семье приходится тебя уговаривать, сюсюкать? А может, мне нравится быть маленьким? Может, мне нравится, когда моя жена за мной ухаживает? Ага. Ну, тогда все понятно. Тогда ты будешь пить чай сейчас. Травяной. С мятой. С сахаром. Хорошо говорил, с сахаром. Да-да. Можно? Да, конечно, заходите. Ну как, уже порядок? Ну, пациент скорее жив, чем мертв. Шути, шути мне. Паша, спасибо вам, что вмешались. Да не за что. Вы просто в следующий раз, вот, ну, не отвечайте этим ублюдкам. Потому что они ваш ответ воспринимают, как повод продолжать. Держи. Спасибо. Может, тебя тоже чаем угостить? Ой, нет, я не хочу, спасибо. Травяной. Очень хороший. Нервы успокаивают. Травяной? Прямо как дети валят. Ты помнишь наши маски для волос? Какие маски? На первом курсе я решила волосы отрастить. Пошли мы, значит, с Олей к ней домой. Натаскали разных трав, разных чаев, которые она сама собирала. Не разобравшись, заварили. Ну, представляете, намазали себе все это на волосы. И потом целую неделю ходили с зелеными волосами. А знаешь, самое интересное, что ничем не смогли отмыть? Да, было дело. Оль, я тут вещей целую гору принесла. У меня столько накопилось. Да, в командировке скучно. Ходишь по магазинам, скупаешь все подряд. Вот, смотрите. Алла, мне не надо ничего. Правда, не надо. Оль, ну как это не нужно? Алла, представляете, Олю совершенно невозможно затащить в магазин. А тут еще все наши сбережения, вот этот вот отдых в Бухово. Теперь год себе ничего не купит. Паша. Что, Паша? Ну, классная плавя. Ну, хотя бы пример. Паша, это неудобно. Неудобно спать на дереве. А помочь лучше подруге очень даже удобно. Давай-давай, иди сюда. Ты помнишь, на третьем курсе меня собирала на свидание с Крючаком? Да когда это было? И на все вечеринки, на все дискотеки. Я же приезжая из общаги, так я у Ольки практически жила. Пап, а можно я протянуть? Ну, конечно. Только смотри, не запутай. А высоко качаться можно будет? Солнышко мы с тобой, конечно, делать не будем. А так посмотрим. Солнышко? Ну, полный оборот. Супер. Только маме ни слова договорились. Внимание, внимание! Встречайте супермодель Ольга Кленова! Слушай, Олешка, ну просто прелесть! Ну, а я же говорю, Олька, еще почаще будешь к косметологу заглядывать, совсем картинкой станешь. Косметологом пусть ходят те, кому природа не додала. А Олешка у нас просто совершенство. Спасибо. Ты у нас самая красивая. Кошик мой! Алла, спасибо огромное. Я, если честно, даже не знаю, как тебя за это все благодарить. Да перестань, не за что. Я же говорю, просто так лежала. Вы куда такие красивые собрались? А, в магазин. Оля, тебе ничего не нужно? Не знаю, молоко разве что. И мне конфет. Ой, я недавно знаешь кого встретила? Витку Засееву. Ну, помнишь, такая темненькая такая, уже пятерых родила, представляешь? Ничего себе. Тут за ним, небось, позамучишься. Ну, всякое бывает. Но зато это такое счастье. Алла, прости, а у вас почему деток нету? Ну, вот так. Нету и нету. Ну, да. А мы вообще правильно идем? А, ну, здесь одна дорога. Так что пойдем. Вот и магазин. Наконец-то. Хочу торт купить, самый лучший, который только найду в этой дыре. Ой. А что там? Да ничего. У Валерки завтра день рождения. Надо же. А я и забыла. Люд, хлеб-то свежий. Семеновна, сколько раз тебе повторять? Свежий хлеб привозят только по вторникам и по пятницам. А сегодня что? Понедельник. У тебя что? Склероз. Так, берешь, бери. А нет, завтра приходи. Приветствуем отдыхающих в нашем супермаркете. Здравствуйте. Что подсказать девушке? А, можно, пожалуйста, торт и есть тирамису? Какой суп? Тирамису. Ладно, я поняла. Какой торт есть? Да я торт в жизни не заказываю. А зачем? Чтоб он в холодильнике скис? Да вы вон муку, яиц свеженьких, сахар возьмите, да и пеките себе хоть свой суп, хоть бисквит. Что же делать? Хоть Любу вызывай, а? Кто такая Люба? Моя домработница. А мне дайте, пожалуйста, вот молочка литрового. И давайте конфет вот этих, грамм двести. Оль, а ты же всегда хорошо готовила. Может, спечешь, а? Ну, я... Пожалуйста, выручи. И давайте еще яйца, муку. Ну, и какао давай. Прикинь, на мопеде прям по воде. Пожалуйста. Вот это ты даешь. Э, Любочка, а водочки под суетином? Холодненькой. Ну, мы же говорили, что еще свидимся. А, точняк. Судьба, значит. Конечно. Мы снова в день. Сто тридцать пять. Судьба. А, точняк. Боря, сотку гони. Мих, девушке не советую связываться с трёмной ребятой. Спасибо. Идем. Опа, чё красавицы? А куда вы? Ребят, простите, мы очень спешим. Так давайте мы вас проведем. А давайте в следующий раз, да? Боря, водку брать будешь? Люба! Буду. А что это будет? Это будет торт. Папа, у нас на ужин торт. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, а по какому случаю? Ребята, это не вам. А кому же? У Валерия завтра день рождения. Так надо дяде Валерии открытку нарисовать. Папа, как ты думаешь, он, как и ты, любит танки? Не знаю. Тогда я ему и танк, и самолёт нарисую. Паш, ну не дуйся. Да и ты меня, Алла, попросила испечь этот торт. А я ей не смогла отказать, потому что она... Ну это платье дорогущее подарила, вот эта прическа и всё, и я... Оленька, родная моя, хорошая. Ты без всего этого для меня самая лучшая и самая красивая. А Алла твоя... Знаешь, она вроде всё правильно говорит, всё правильно делает. А вот глаза у неё... Какие? Злые. Да, ну перестань. Ну чего, нормальные у неё глаза. Красивые даже. Духовку забыла выключить. Папа, вставай! Женок, что такое? Который час? Ты чего не спишь? Шесть, 26. Тихо, маму распутишь. Пошли на рыбалку, за щуками, ты же обещал. Ну раз обещал, значит пойдём. Иди собирайся. Тихо, маму не распути. Пошли. Тихо, маму не распути. Тихо, маму не спит. Паш, Паш, кто там стучит? Паш? Иду, иду. Привет, разбудила. Ну, что случилось? А как там наш тортик? Готов? А, да. Да, сейчас. Какая красота. Оля, спасибо большое. Ты меня очень выручила. С именинником теперь. Марси. Хэппи бёздэй ту ю. Хэппи бёздэй ту ю. Хэппи бёздэй, хэппи бёздэй. Хэппи бёздэй. Дорогой. Вот это да. Раз, два, три, четыре, пять. Мне немного больше, тебе не кажется? Это всё в формальности. Какая разница? Пять, двадцать пять? Сорок пять, Алла, сорок пять. Большая часть жизни уже позади. Откуда ты знаешь, вдруг ты будешь жить до ста? Ну, это одному богу известно. Давай, давай. Подожди-ка, подожди. Если не ошибаюсь, это не из магазина. Вот, встал ни свет ни заря, чтобы мужа порадовать. Вот это сюрприз. Ты печь начала? Не важно. Ну, если ты начала готовить, может, о ребёночке подумаю? Так, стоп-стоп-стоп, подожди. Это всего лишь торт. Как ты хочешь отпраздновать? Я посмотрела в гугле, тут в тридцати километрах есть ресторанчик. Ну, а зачем нам ресторан? У нас есть лес. Речка. Воздух. У нас есть торт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да вода холоднущая ещё! Пойдём, она омолаживает лучше твоего СПА. Пойду. Доброе утро. Пойдём. А я вот мимо проезжал, заехал водичкой купить. Смотрю, вы идёте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как прошёл день рождения бабушки? Ой, чудесно. Ей очень понравились ваши гладиолусы. Спасибо большое. Я рад, что смог порадовать вашу бабушку. Вы простите, у меня маршрутка. Я на лекцию опаздываю. К вам на лекцию. Но лекция без меня всё равно не начнётся. А на маршрутку всё-таки по всему вы уже опоздали. Могу предложить вас подвести. Нет, простите, это очень неудобно. Я... Неудобно опаздывать в институт. Спасибо. Пай, уже клюй! Бошка, может, домой пойдём? Да ты что, па? Всего одну рыбу поймали. Что мы маме принесём? Вот сейчас клюй. Сам увидишь. Сам говорил, надо терпение тренировать. Ну раз говорил, значит подождём. Ну что, нам торопиться некуда. У нас же целый отпуск впереди, правильно? Угу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Костик, привет. Ну как дела, что нового? Привет, привет. Да хотел вам сюрприз делать. Да, сюрприз. Но не рассчитал немного. Алло. Что, что, Кость? Алло. Я тебя очень плохо слышу. Повтори, пожалуйста. Да, по времени. По времени не рассчитал. И по расстоянию. Что от станции до вас ещё 20 км. Но мне вот пипл подсказал, что маршрутки до вас никакие не ходят. Так что придётся походу попутку какую-то ловить. Подожди, ты что, на станции? Да. Да. Но хотел предупредить, что вдруг вы в Adventure куда-то соберётесь. Что? Куда мы соберёмся? В поход смысле, да. А, всё, я поняла. Так ты уже на станции. Кость, ты давай меня подожди, а я сейчас тебя заберу. Оль, да не надо, я сам доберусь. Доберётся он сам. Жди меня, говорю, я за тобой приеду. Всё, давай, пока. Как будто заново родился. Мне нравится мой день рождения. Ну, не Мальдива, конечно, но да. Начало неплохое. Любимый, иди сюда, поваляемся на солнышке. Пока голова ясная, пойду поработаю. Сегодня же выходной, можно расслабиться. Нельзя. Раз, дашь слабину, потом пойдёт, поедет. Диссертация требует дисциплины. Как говорится, не дня без строчки. Ну да, а то ты её восемь лет пишешь. Ну, динозаврик, ну, пожалуйста. Ну, динозавр, ну, пожалуйста, ну, заводись. Ну, почему прямо с... Прямо сейчас. Привет. Какие-то проблемы? Нет, никаких. Ну, я же вижу. Помочь? Нет, спасибо большое. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Ой. Алло, да, Костик. У меня тут динозавр немного вредничает. Но ты меня подожди, я приеду. Да. Ага. Мама? Да. Ой. Аудиос. Кто же тебя потерял? Спасибо большое. Это я потерял. Голову. Это я потерял. Голову. Не могу не думать о вас. Прям на вождение какое-то. Спасибо большое. Валерий Петрович, ну это как-то неправильно. Вы ведь мой педагог. Педагог. Оля. Я ничего вам не сделаю плохого. Никогда. Обещаю. А я вам верю. Поехали. Отвезу куда скажешь. Нет, спасибо большое. Судя по всему, у вашего динозавра сдох аккумулятор. Пока будете возиться, опоздаете. Предлагаю подвезти. Да. Прям дежавю. Надо же. Помню, значит. Твой муж помог Алле. Теперь моя очередь. Если я хочу тебя выручить, что в этом плохом? Ну, прошу. Спасибо. Да и с днем рождения. Не. И это помнишь. Валерий Дмитриевич, с днем рождения. Желаем самого всего лучшего и счастья, здоровья, любви. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КРИКИ Так, подруга, я что-то пропустила. Ну что, давайте быстренько сделаем селфи и ночуем лицо. Убалдеть, конечно, а вот тебе и тихонь. Понял, а вот что, Роман? Вообще-то ты нечестная, я первая на него глаз положила. Алка, ну прости, я ведь не специально, но так как-то само собой получилось. Только, пожалуйста, ты никому из наших не говорила. Ой, да кому вы нужны? Хотя он мужик видный, не боюсь, что уеду. Улыбаемся, улыбаемся. Все, занимаем места. Спасибо большое. Ну, поняла. Валер, там машины нет. Валер! Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Может, все-таки скажешь, что тогда произошло? Даже чуть с ума не сошел. Ты встретил будущего мужа? Ольга, просто скажи. Я же все эти годы думал, почему. Улыбаемся. КОНЕЦ Это уже не важно. Не зря я сказала, остаться. Я же тебе говорил, что терпение тренировать нужно. Вот тебе и результат. Угу. Мам! Смотри, сколько мы рыб поймали! Целую кучу! А маленькие запустили. Там еще подошли. Доброе утро. А мы вот уже на рыбалку сходили. А, а мамы нету. Как это нету? Не знаю. Уехала на вокзал за Костяком. Ура! Нам же не Костя приедет. Он обещал меня научить играть в регби. Подожди, Ак. На чем же она уехала? Может, когда шли, наш динозавр на парковке стоял? Тетя Ала, хотите подержать? Уф. Вы умеете рыбу чистить? Вы меня покажите, а я дальше сам. Нет, не очень. Слушай, а куда мама уехала? За Костиком. Он мой дядя. Я тебя назову Бобик. Ты идешь воду. В воду. Костя! Костя! Браво! Браво! Костя! Боль парни, все, пока. Давай. Привет! Привет! Мой обормот! Прости, что я опоздала. Этот динозавр сломался, вот сосед любезно подвез. Нормуль, тачка. Проголодался, наверное. Ну, с голоду вроде не умираю. Что, поехали? Как здорово, что вообще ты приехала. Я так рада. Подожди. Костя, а ты, кстати, чего решил приехать? Что-то случилось? Ну, случилось. Я так и знаю. Ну, давай, рассказывай. Ну, так я взял, сразу раскололся, а? Поехали, всей семье расскажу. Ты что, жениться надумай? Ну, почему ты сразу самое плохое думаешь? Ну, где еще найду такую, как ты? Да, красиво тут у вас. Ну, все, я вернулся. Дядя Костя! О, Джор, привет. Ух, здоровый собак. Ты привез мне мяч для рэгби? Да, держи. А мне папа качелю сделал. Ага, вижу. Пошли дом посмотрим. Слазни, маленький уже. Спасибо еще раз за помощь. И с днем рождения. Спасибо за поздравление. Рад был помочь. Ну, я пойду. Паша. Паша. Подожди. Слушай, у нас опять динозавр сломался, представляешь? А тут нужно было Костика встречать. Валер, а теперь еще вот это. Вот как я с ним теперь в аудиторию вернусь. А тебе он не нравится? Ну, хорошо. Тихо, не дружи. Тихо, тихо, тихо. Не нравится. Ты что? Очень. Тихо, тихо, тихо. Тихо, пусть я нас могут увидеть. А я не могу не видеть тебя. И что мне теперь делать? А я все прослушаю, все пропущу и потом ничего не пойму. А Киншина все равно плохой педагог. Я тебе потом все быстро объясню, ты окончишь с отличием и мы поженимся. Ты согласна? Но только с одним условием. Ты защитишь докторскую? Ради этого? Непременно. Все-все-все-все-все-все-все. Вообще-то я думала, что этот день мы с тобой проведем вдвоем. Вместе. Сижу тут как дура, волнуюсь, жду тебя. Ты сказал, поедешь работать. А сам уехал с этой, да? Я просто помог Ольге. По-человечески. У нее машина не заводилась. Потому что эту старую развалюху давно пора выкинуть на помойку. Машина называется. Алла, может хватит? Зачем ты это устраиваешь? Поскандалить хочешь? Да. 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 Бу. Извини. Кость. Извини, я не хотел тебя напугать. Черт. Слушай, ну у вас отличная избушка. Реально, по сравнению с вашей двушкой, так вообще хоромы. Конечно. Смотри, понравится, возвращаться не захотите. Да, здесь для Гошки вообще раздолье. Угу. И Пашке здесь хорошо, воздух чистый. Приступов намного меньше стало не то, что в городе. Всего один раз только был. А что он смурной какой-то и ссадина на губе? Была у нас тут одна неприятная история с местными гопниками. Ага. Ну, уже все хорошо. Слушай, ну все равно он грустный какой-то. Не знаю, может мне показалось, конечно. Может из-за динозавра расстроился, не знаю. А я давно говорил вам, что вам пора новую машину покупать. Хватит у меня таскать еду. Угу. И бог с ней с этой машиной. Давай-ка иди зови всех, будем обедать. Давай-давай-давай-давай. Гайс! Гоша, иди кушать. Давай-давай-давай. Сколько можно уже тебя ждать? Все за столом. Все, садись. Так вот. Бери бутерброд. Ну вот, когда все в сборе, гайс, я переезжаю. В смысле, ты переезжаешь куда? Ну, как куда? Поближе к Ниагаре. Водопад такой, знаете. Ну, ладно-ладно, сейчас объясню. Я же свое резюме давно везде поотправлял. Так. И тут из Канады мне пишут, так и так, сделайте тестовое задание. Ну, пришлось повозиться, конечно, но ничего, справился, отправил. Жду-жду, а от них ни ответа, ни привета. Ну, думаю, понятно. Нашли пацана, которым кусок работы сделал. А тут бац, приходит письмо. Дер, Константин, хеллоу, вы нам подходите. Приезжайте в Торонто. Да, жилье, соцпакет прилагается. А? Поздравляю. Спасибо. Ты что, Костик, совсем от нас уезжаешь? Да нет, конечно, Джордж. Ты чего? Просто поеду, денег заработаю, а потом вернусь. Вы же моя семья. Нет, Костик, подожди. А я? А мы? Я, я ведь буду скучать. И я тоже. Ну, так... Так, так, подожди. Когда ты уезжаешь? Послезавтра. В смысле, послезавтра? Костя, это, это ведь уже вот-вот. Оль, ну я вообще думал, ты порадуешься. Такой шанс один на миллион, а ты... Нет, Кость, я... Я, я на самом деле рада. Просто... Просто это так неожиданно. Ты огромный молодец. Ты же с ума сойти. Наш Костик уезжает за границу. Все. Давайте. Так, у всех есть. Все. За тебя. С ума сойти. Оп. Пасуй. Па, иди сюда. Будешь на моей стороне против этого сражаться. Так. Выпей таблеточку. Врач говорил, последуй. Спасибо. Лови, лови! Давай, давай. Давай. Паш, ну не дуйся. Все в прошлом. Ну правда, динозавр не заводился. Я уже на целый час опаздывала на вокзал к Костику. Я даже не могла тебе позвонить. Поленькой. Все нормально. Не оправдывать. Я просто подумал, что он хочет тебя забрать. Глушку. Паш. Мой ты родной. Ну почему ты у меня как маленький? Ну, ты разве не знаешь, что мне кроме тебя никто не нужен? Хотя нет. Еще Костик нужен. Пока он не уехал. Я буду очень по нему скучать. Славил! Славил! Отдай мяч! Отдай мяч! Мне отдам. Все, папе отдай. Мне. Тасуй тогда. Извините. Костя так вымахал. Костя, давай запас. Да, спасибо. Костя, папа! Вы тоже ничего. Что, вы можете с нами? Спасибо, в другой раз. Костя. Давай, Костя, пасуй. Кость! Все, тайм-аут. Костя. Да, нормально у вас соседка. Кость! Ты что, Алку не узнал? Это ж моя институтская подруга. Мы с ней столько лет не виделись, а вот здесь случайно встретились. Пас! Ну, держись. Говори же взрослый. А я скучать буду, Костик? Да ладно тебе. Ну, сейчас куча соцсетей. Ты даже не заметишь моего отсутствия. Я тебе писать буду, там, по видеосвязи звоню. Не, это другое. Ой, don't worry, be happy. Я еду деньги зарабатывать. Бабки буду лопатой грести. И вам, кстати, высылать. Да не нужны нам деньги. Мы оба работаем с Пашей. Вот он выздоровеет, и все наладится, все будет хорошо. Как бы бабушка тобой гордилась. И тобой. Как увидела бы тебя сейчас. Это ж надо, нашего Костика в Канаду пригласили. Ты ж с ума сойти. Так, Кость, ты, пожалуйста, мне не забудь на листочке, напиши мне адрес, номер телефона, где ты там жить будешь. Оль, не волнуйся, все напишу. В Торонто я еду. Алка твоя, кстати, совсем не изменилась. Ну да, да, нравилась на мне. Ага, и бабушке нравилась. Помню, они так твоему хахалю косточки перемывали. Подожди, бабушка с Аллой обсуждали. Да нет, что ты так путаешь, я не помню такое. Не помнишь? Потому что тебя тогда не было. Ну чилище, небось, плохо кормят. А у тебя сейчас такой возраст, витамин не нужен. Вот, кашка гречневая, размазняк, как ты любишь, и котлетка куриная. Я голодный такой, баб. Уже пахнет так. Слушай, нормально кормят, просто у тебя вкуснее. Ну ты мой хороший. Ну все, все, задушишь. Ой, только ты, Оленька, и держите меня на этом свете. Я вот все думаю, думаю, на кого же я вас оставлю. Ба, ну что началось опять, а? Ты похлеще нашего эфрейтора будешь. О, ну. Сиди, сиди. Это соседка. Я открою. Она любит прийти тут ко мне посидеть, поспредничать. Привет. А вы соседка? Нет, но я тебя знаю, ты Олень брат. Давно приехал? Да нет, просто увольнительная. Ясно, везет. А бабушка ваша дома? Бабуля, это к тебе. Валентина Павловна, только давайте договоримся, что этот разговор останется между нами. Оле не нужно говорить, что я приходила. Ну хорошо, хорошо. А что с ней не так? С учебой неполадки? Так она вроде отличница. Нет, с учебой как раз все хорошо, вы не волнуйтесь. Тут личная. Не знаю, как вам сказать. А ведь у нее роман с нашим педагогом. С Синицким. Так я знаю. Знаете? Да, Оленька мне все рассказала. По ее словам, он прекрасный человек. Ну, старше намного. Так мой муж тоже был на десять лет старше меня. А прожили целую жизнь. Душа в душу. Может, и Олечке повезет. У них так много общих интересов. Это так важно. Прекрасный человек, говорите. Да Ольке Шора на глазах Валентина Павловна. Что с ней? Этот Валерий Дмитриевич, он бабник. Крутит романы со всеми студентками направо и налево. От него даже одна аборт сделала, представляете? Да ты что? Да, я вам говорю. Он и ко мне приставал, но я его сразу отшила. А Олька вот повелась. Поверила ему. Я так переживаю, Валентина Павловна. Он не тот человек, который ей нужен. Как бы беды не случилось. Она меня совсем не слушает. Может, вас послушает? Только вы не говорите, что я приходила. Хорошо, я не хочу с ней ругаться. Хорошо, я понимаю. Я понимаю. Спасибо тебе, Аллочка. Спасибо. Нет, ну этого не может быть. Ну что, придумывай что ли? Ну почему тогда мне раньше об этом не рассказал? Бабушка умерла. А сегодня твою Аллу увидел, вспомнил. А что такого-то? Ничего уже. Ну все, все. Я буду очень скучать. Я тоже. Ну что, свечи поменял, ключ повернул, вот он и схватился. Так что не время еще нашему динозавру вымирать. Поработает еще, да? Так, Оленька, хватит горевать. Он же не куда-нибудь в тундру едет, а в цивилизованную страну. Костик у нас парень головастый, так что не пропадет. Это точно. Ну что, гайз, давайте прощаться? А Джордж где? Гошик! О, помочь? Нет. Аккуратно. Кость, а ты забыл, тачдаун. Эх, ладно. На, дарю. Тренируйся, приеду, проверю. Так, Костик, а давай я поеду с тобой, помогу тебе там вещи собрать. Да ладно, я же сам справлюсь, ну? А давай в аэропорт отвезу. Оль, я и такси вызвать могу. Так, все решено. Я отвезу тебя в аэропорт. На такси ты еще не заработал. Окей, окей, я понял. Позвонить и уточнить, когда конкретно рейс. И написать мне. Ну что, гайз, давайте прощаться? Ну все, сеструка, пока. Bye, man, give me five. Иди-ка. Иди-ка. Пока. Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри. Пам-парарам. Супер, спасибо. Хоть дарить часы и плохая примета, но я в приметы не верю. У нас все будет хорошо. А знаешь, что я утром загадал? Что? Чтобы ты родила мне сына. Я сына хочу. Валера, у нас обязательно будут дети. Только позже. Только на ноги встали. Можем себе позволить мир посмотреть. Опять позже. Куда мне позже? Для мужчины возраст не важен. Да. Я вот слышала, что у Чарли Чаплина родился ребенок после семидесяти. Только я не Чарли Чаплина. Да-да, войдите. Здрасте, дядя Валера. Здравствуй, Гоша. Мама говорила, что у вас сегодня день рождения. А на день рождения дарят подарки. Но я не знаю, что вы больше любите, танки или самолеты. Поэтому я нарисовал и то, и то. Вот, спасибо. Неожиданно. Такой замечательный танк. Спасибо тебе большое. Можно тебе по такому случаю угостить тортом? Хочешь? Я его еще тогда хотел, когда мама его пекла. Только она сказала, это не для нас, а для вас. Спасибо. Маме спасибо. Угу. До свидания. А ты почему не спишь? Значит так, докладываю. На последнюю электричку успели. Костика посадил. Все проконтролировал. Оленька. Ну что опять? Ой. Ну что опять, а? Мне так плохо. Я не знаю. Я не знаю. Просто плохо. Оленька. Скажи, что я могу для тебя сделать? Ты уже сделал. Тогда, 7 лет назад. Господи. Ну почему ты такой хороший? Потому что я таким уродился. Я не знаю. Ну что а я. Я не знаю. Я не знаю. Часика через три. Я просто не в городе, пока доберусь. Нет-нет, никаких проблем. До встречи. Уезжаешь куда-то? Декан звонил. Там какие-то проблемы с моими документами. Нужно подъехать и разобраться. И что, это не может подождать? Алла. Ну, ясно. Куповать мне тут одной целый день. Ну, почему одной? Доброе утро. С лучшей подругой, которая хорошо печет. А ты откуда в такой урань? В магазине была? Угу, была. Дурдом какой-то. Оленька, ты что представляешь? Опять не работает. Так, а в чем дело? Отдам ей платье. Оно мне не нужно. Я не понял. Я что, что-то пропустил? Паш, это наши с ней дела. Извини. Надевай. Только не задерживайся, хорошо? Постарайся как можно быстрее. Я прошу прощения, но забери свое платье. Оно мне не подошло. Что не так? Оль, я же хотела как лучше. А получилось как всегда. Да оно психованное. Ну, а что ж ты? Потому что нечего вбендриваться. Не умеешь носить ням. Только ты... Чего это я не умею? Для него стараешься? Только для него. Доброе утро, девушки. К семинару готовы? Конечно, готовы, Валерий Дмитриевич. Особенно Оля. И не только к семинару. Ну-ка, заткнись уже. Фу, как грубо. Вообще-то в филологическом словаре нет слова «заткнись». Да, Валерий Дмитриевич? Ну... Знаешь что? Душа. Странная какая ты в последнее время. Слово ей не скажи. Не опаздывайте, Сверидова. Спасибо. Ванька, я ни о чем тебя расспрашивать не буду. Если захочешь, сама расскажешь. Пап, а мы сегодня пойдем клад искать? Металлоискатель починил? Надеюсь, что починил. Слушай, хорошая идея. Давай сейчас позавтракаем и все вместе пойдем в лес. Мы с тобой будем клад искать. А наша мама будет собирать грибы. Так, семья. Все, после завтрака объявляется всеобщий сбор. О, я пойду металлоискатель проверю. Давай, только ничего не нажимай. Оль, ну пойдем вместе. Развеешься. Отличешься от глупых мыслей. Паш, вы, наверное, пойдите без меня, хорошо? Я вспомнила, что мне надо учебные планы подправить. У нас ведь новая программа со следующего года, а я еще не начинала и боюсь не успеть. Учебные планы, значит. Паш, ну правда. Папа, тут какая-то кнопочка мигает. Какая кнопочка? Не знаю. Сынок, ну я же просил, на чему не нажимать? Ну, какую кнопку ты нажимал? Ну, наверное, вот эта. Наверное? Не знаю. Ну как, кто знает? Не знаю, кто знает. Слушай, ну вот, ну зачем? Опять не работает. Ну что делать? Доброе утро, слушаю вас. Алло, добрый день. Подождите секундочку, пожалуйста. Мушки. Подождите секундочку, сейчас. Алло, добрый день еще раз. Моя фамилия Гончарова. Мы арендовали у вас коттедж номер одиннадцать, семейный стандарт. На три недели. Вот первая неделя уже почти закончилась, а на оставшееся время мы бы очень хотели переездить. А почему? Что вас не устраивает? Понимаете, здесь личные обстоятельства, но мы бы хотели точно такой же сруб, только в другом месте. С хвойным лесом. Вот лес – это обязательное условие. Вы понимаете, я сейчас на очень важной встрече, я не могу говорить. Давайте, я как только закончу, сразу же попробую решить вашу проблему. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. С чего начнем? Давайте начнем со светленького. Нефильтрованного. Прекрасный номер. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова